Инвестиционная привлекательность. Что вобрало в себя столь актуальное словосочетание? Это, конечно, благоприятные условия для инвесторов, прозрачность всего этапа, от регистрации до начала деятельности. Международные рейтинги свидетельствуют о росте потенциала нашей страны в этой области. К тому же Министерством инвестиций и внешней торговли реализуется целый ряд проектов по поддержке инвесторов и расширению географии экспорта. Материалы из Сардаринской области. Материалы из Сардаринской области финансирование торгово-экспортных операций, сертификации продукции на уровне мировых стандартов, возвращение НДС и компенсирование до 50% транспортных расходов. Все эти меры стали образным катализатором промышленного роста, а также создали предпосылки для той самой инвестиционной привлекательности. За 7 месяцев 2021 года было реализовано 36 проектов, в результате чего создано 400 новых рабочих мест. Помимо этого, до конца года будут введены в эксплуатацию 4 крупных промышленных предприятия, а всего реализовано 52 проекта. Еще 702 новые вакансии появятся на рынке труда. Безусловно, одним из основных подспорьев для развития стало создание необходимой для бизнесменов инфраструктуры при выделении им земель. Как известно, на местной администрации возложены задачи по обеспечению соответствующих новых производств электроэнергии, природным газом, водой и канализацией. Эти и другие меры позволили в этом году освоить 6 миллионов долларов прямых капиталовложений. До конца года планируется освоить еще 10 миллионов долларов. К примеру, на данном узбекско-российском совместном предприятии было трудоустроено 25 человек. За счет модернизации в 2020 году было создано 65 новых вакансий. После замены оборудования, которое обошлось в 0,5 миллионов долларов, улучшилось качество и расширился спектр выпускаемой продукции. В день ее изготавливается свыше тысячи единиц. В результате к этому дню зарубежным потребителям отправлено товаров на 126 тысяч долларов и еще 300 тысяч добавится до конца этого года. Почти аналогичным образом развивались события и на иностранном предприятии Евразия Индастриал Юнион, которое было создано в 2019 году. После инвестирования 1,5 миллиона долларов число рабочих мест приблизилось к 50. Сегодня у нас работает 48 человек. В основном это молодые ребята. Что касается нашей продукции, то она экспортируется в Таджикистан и Кыргызстан. В перспективном бизнес-плане стоит вопрос об освоении еще 1 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Вкладывают бизнесмены и в проекты социальной инфраструктуры. Скажем, вот эта современная частная клиника начала работу благодаря вложениям в 2 миллиарда сумм со стороны местного предпринимателя. Начать дело было очень непросто. Нам очень помогли специалисты отдела инвестиций и внешней торговли Хакимиата города. Поначалу мы столкнулись со многими препятствиями. Я даже не думал, что получится так развернуть свою деятельность. В планах расширение территории клиники и перечня оказываемых услуг. Всего в рамках реализации территориальных проектов Сардаринской области в этом году прогнозируется притворение в жизнь 459 инвестиционных проектов на общую сумму 5 триллионов 650 миллиардов суммов. Будет создано свыше 8600 новых рабочих мест, а в рамках инвестиционной программы к этому дню освоено 115 миллионов долларов иностранных инвестиций. Напомним, что за каждой цифрой новые заводы, фабрики и возможность почувствовать бизнес-структурам на себе значение словосочетания «Инвестиционная привлекательность». Продолжение следует...